всем привет доброе утро сегодня начинаю свой влог 1 рано утром я тут так одета потому что как капуста потому что у меня с утра температура 37 с копейками но даже когда у меня температура я никогда не лежу знаете единственное что может меня заставить лежать это когда у меня уже под 40 температуры а так я всегда что-то делаю вот как и сейчас денис на работе а я решила поменять постель у меня здесь всего лишь три комплекта не так как было в своей квартире там их было 33 поэтому здесь намного проще решила что на ближайшее время на вайлберис закажу новые подушки потому что эти уже достаточно поизносились и у них наперник такой несменный и он такой знаете уже затертый поэтому хочу купить новые вот это одеяло мне очень нравится но брала я его не на васильке на каком-то другом сайте сейчас уже даже не вспомню она очень теплая по моему из шерсти мериноса но вот единственное знаете все комплекты разные у меня есть комплекты где два на два под одеяльник который я покупала специально для икейских одеял так как мы раньше пользовались ими и есть те которые меньше больше и я не могу сообразить вот сейчас одеяло начала заправлять и у меня такое ощущение что одеяло больше чем под одеяльник я его и так и сяк крутила и в итоге ну вроде бы заправила но все равно одна сторона страна у меня немножко как бы скомкалась получается сразу принесла все в стирку мне вообще сейчас сегодня много планов у меня много уборки здесь я убираюсь не так часто не знаю почему видимо из-за того что квартира все-таки не моя чужая я как-то не замечаю здесь что ли пыль грязь в своей квартире я замечала я знала где у меня что лежит то ли у меня здесь мотивации такой нет в общем убирая здесь не так часто как убиралась у себя в квартире где-то раз в неделю в среднем не чаще поэтому копится очень много стирки вот накопила наверное недели две вообще не стирала сразу распределяю белый отдельно цветной отдельно и естественно темно еще знаете иногда серая выделяю потому что серая с темным иногда тоже когда стираю черная облазит и это вот серая становится очень такого грязного цвета мне не нравится иногда уже даже на 4 стирки делю сейчас загрузила белое и решила попробовать вот этот вот кислородный отбеливатель от фаберли который в порошке жидкий то я пробовала а этот решила испробовать сейчас ну и у меня сегодня еще одно занятие которого мы долго избегали я и денис расчесать кошку обработать ее фурминатором чесалкой мне не нравится вот после того как появился у нас фурминатор сразу жизнь стала проще но она конечно не любит это дело естественно она сопротивляется и потом даже начала кусаться и оцарапала мне руку поэтому никто из нас не хочет этим заниматься мы с денисом ходили наверное месяц и все на нее смотрели и говорили блин надо кошку вычесать надо кошку вычесать она еще животных наверное это специально растет подшерсток какой-то ближе к зиме потому что она у нас вообще сейчас ходит такая вот очень сильно пушистая летом у нее такой пушистости не было этот фурминатор он именно вычесывают внутренний вот этот пух который остается на полу на всех поверхностях поэтому мне он очень нравится ну единственное надо еще кошку надо чтобы еще и кошки это нравилось сейчас утром я пью вот такой кудисан как и говорила кудзим q10 для сердца денис пьет фитолизин и потом будет урахол пить это для профилактики у него как вы знаете больные почки кудисан это не лекарство это просто как витаминка добавка для сердечной мышцы спасибо добрым людям кто подсказал мне что в бельбе есть оказывается 2 кафетерия где продаются вот такие тортики причем тортики собственно ручного приготовления это мы брали в кафе эклер вот видите насколько мы мало покупаем готовых продуктов я даже не знала что у нас такое есть конечно дорого кусочек торта стоит где-то 200 рублей один кусочек но как какие-то поменьше какие-то даже больше там есть какие-то меньше стоимость но в общем не дешево но они из натуральных продуктов печет девочка очень вкусный сытный вот я буду есть на завтрак кафешка еще расположена возле но по пути домой с работы дениса и он мне теперь чуть ли не каждый вечер их возит я попросила его один раз купить он теперь мне постоянно ты мне постоянно ты не вози во-первых это дорого во вторых ну много сладкого тоже нельзя и сегодня вообще такая отекшая опухшая ужас и красить не хочу вообще так как у меня температура не хочу красить сейчас налью себе цикорий и вот съем я съем только половинку остальное денису оставлю мы делимся чтобы попробовать решили просто все сладости там попробовать теперь я в общем-то практически убралась и теперь приступаю к приготовлению обеда вы видели я недавно показывала как купила курицу домашнюю даже две купили мы брали у знакомых вот и решила я всю грудку куриную перекрутить потому что грудка домашней курицы она довольно таки сухая она не такая как вот у магазинной курицы магазинная она такая больше какая-то жили жили не а вот у этой прям такая большая грудка но она суховато я в общем перекрутила ее вместе с кожей добавила соль специи сейчас буду еще крутить а перекрутила я уже сразу вместе луковицу и замоченный хлебушек достала все свои специи думала у меня есть специя курицы но у меня она к сожалению закончилась но я положила паприку карри приправу и по моему еще у меня был каянский перец перемешала на вкус конечно домашняя курица отличается но бульон вот если лапшу делать да и я бы лучше купила все таки вот эту магазинную синюю такую спортивную курицу для бульона она лучше но на бульон для супа домашняя подходит идеально и мясо у нее конечно в разы вкуснее чем у магазины тут уже все закончила и сразу же все перемываю не люблю когда много всего копится в раковине когда начинаешь мыть руками гору посуду то вспоминаешь про свою посудомоечную машину конечно с ней было гораздо легче наше время мне кажется посудомойка это такая же необходимость наверное как и стиральная машина можно все загрузить и заниматься какими-то другими делами мясорубка наша если будет кто-то спрашивать кому интересно аксион уже очень долгое время пользуемся и мне нравится ну а тут у меня как всегда все пошло если уж я убираюсь на кухне то сразу все заодно мне надо протереть чтобы не было на поверхности кухонной никаких следов никаких разводов и заодно протерла вот этот вот чайный поднос который у нас стоит теперь все чистенько можно приступать уже к приготовлению голубцов я сначала думала что мне сделать то ли котлеты это улице в теле то ли у голубцы но решила все-таки остановиться на голубцах себя сегодня ребят видела такой сон до сих пор хожу и не понимаю что он означает и вообще какую-то странную знаете бывают сны приснилась и приснилась но и забыли на утром не как вообще каждую ночь что-нибудь снится сегодня какой-то такой сон интересный видела голубей их очень много и один из них спутанный спутанный прям веревкой прям крылья все вот голубь завязанный получается и все остальные вроде как вокруг летают а он не может я его так долго ловила и он как-то все равно от меня убегал и там пытался как-то взлететь но он был связанный и я его поймала и начала развязывать эту веревку развязывала развязывала она такая долгая будто я не знаю у него и ноги спутана эта веревка и крылья я короче в конце концов я его развязала развязала и отпустила ну что это значит я не понимаю и как-то мне так в голове засело это ну неприятно что ли не знаю даже какие-то ощущения странные интересно к чему у меня есть такая капуста я ее воткнула в нее штопор смотрите чтобы потом легче было ее доставать видите как она легко теперь достаётся вот я конечно не люблю вот этим заниматься у нас этим занимается денис потому что это все горячее я не понимаю как эту капусту варить но я видела что он варил целиком вот эти дырявые я сниму потом дальше листочки мне пойдут хочу попробовать голубцы приготовить хотя бы немножко обычно голубцы мы всегда с денисом двоем делаем я одна не умею их заворачиваю все фарш на вот эту капусту варить для меня это не люблю я знаю что некоторые микроволновки делают но буду по старинке делать в общем посмотрим что получится ну и сегодня мне нужно было уделить внимание нашему фикусу который кстати прекрасно себя чувствуют ожил после переезда я говорила что у него очень много желтых листьев появилась он облетел одно время спасибо вам огромное за советы мне кстати многие посоветовали поливать его пивом да не удивляйтесь очень многие сказали что это прекрасная подкормка для фикуса покупаете бутылку пива желательно разливного и выливаете фикусы я сама еще не пробовала но от многих слышала что эффект просто потрясающий вот обязательно попробую но пока вот видите у меня нету необходимости потому что он ожил сам единственное что мы изменили что мы сделали я стала открывать все окна даже тюль открываю для того чтобы было больше света и вот фикус знаете сразу же ожил сразу появилось много зеленых листиков и вот желтых как видите практически нет но а я решила его протереть потому что листья уж больно пыльные во первых мы его когда перетаскивали он много пыли на себя нацеплял да и стоит он очень давно еще в той квартире я не любитель вообще растений честно скажу я не люблю за ними ухаживать мне не доставляют интересы даже смотреть видео где люди ухаживают за цветами я даже когда своих там блогеров смотрю все эти садовые садовые сцены я просто перематываю потому что мне это не не интересно от слова совсем и поэтому я честно скажу что я и за своими растениями которые есть у нас их немного но я за ними практически не ухаживаю поливает вниз а тут уже просто знаете то что пыль прям явно на этих листьях лежит я уже не могу на это смотреть и вот решила их протереть ну и заодно протираю тут кошачий домик и еще буду потом протирать пыль везде хоп представляете у меня что-то получается течет течет что же делать блин блин а как же это делать зачем ты течешь то как же я это буду делать это что в чашке надо делать ладно исправляемся ставим в чашку я плохо придумала все вытру вот у меня там пылесос шумит робот как-то так день сделал отделяется ура у меня получилось у меня получилось у меня получилось у меня получилось сейчас это плохой листик как-то так он их откреплял потом когда они уже не открепляются он их опять варил еще один открепился еще один наверно все надо поварить да сейчас еще треснет хорошо так открепляются а я-то думала это сложно это оказывается вообще не сложно варить капусту и вот так чтобы удобно держишь и все вообще класс смотрите как открепляются они как будто бы жестковатые пусть еще поварится сейчас я их кину теперь значит что я буду делать я вот так разрезаю лист прям по вот этой вот жесткой штуки на две половинки вот это нафиг убираю жесткая у меня получается вот такая штучка или можно вот так тоже убрать вот так что я буду делать вот так что я буду делать Продолжение следует... Да ты, моя умница, убрался, сказал, уборка завершена, начинаю зарядку, поехала заряжаться. Сам уберется, сам поедет, через порог заберется и поедет сейчас на зарядку. Встанет, сам себя почистит. Ну, блин, вообще чудо-пылесос. Очень довольна вот этим пылесосом, ребят, это уже не реклама, но если собираетесь покупать, присмотритесь. Ссылка была где-то в обзоре. Я сначала, когда он мне еще пришел, думаю, что за фигня вот эта станция, думаю, зачем она нужна, знаете, какая удобная вещь. Вот он сейчас сам встанет и база его почистит. А эту базу раз в 2-3 месяца только можно чистить, ну, пылесос, этот мешок убирать. А так бы сейчас мне пришлось, вот он бы устал, и мне пришлось бы мыть этот пылесос, доставать всю пыль, вытряхать. Видите, он сам мастится, мастится, сейчас в эту базу примастится и почистит сам себя. Начинаю сбор пыли. Все. Сбор пыли завершен. Выполняю зарядку. Он встал на зарядку, а пыль вся вот в этом мешочке. Вот, видите, в мешочке пыли, ее уже много. Ну, этого мешочка хватает очень надолго. Из-за того, что здесь специальная какая-то ионизация, мусор не воняет, ничего, он его там стерилизует, короче, избавляет от запахов, от всяких клещей. Вообще удобная вещь. Этим временем налепила вот столько голубцов. В общем, делала и конвертиками, тоже кому как удобно, и такие обычные. Но вот эти у меня плохо получаются, я не умею их заворачивать, они у меня какие-то... Сейчас поставлю варить. Тут даже 4 фрикадельки осталось. Я поставила варить картошку, потому что у меня, смотрите, что есть. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Мы еще вчера ее купили, но на ночь есть не стали. Хотя могли бы. Вот, решили, что завтра. Ну, то есть сегодня. Я сейчас ее разделаю сразу же, чтобы потом... Потом, наверное, пойду на улицу прогуляюсь. Сегодня я одна опять. Пойду на улицу. Заодно выкину все это, чтобы тут не лежало. Я настирала кучу белья, и теперь мне нужно его повесить. У нас есть веревки вот здесь над ванной, и приходится развешивать пока сюда. На улице у нас уже очень сильно холодно. Вторую часть мне так и пришлось все равно повесить на лоджию. Но она, конечно же, не высохла. Поэтому, когда высохла эта партия белья, я просто поменяла местами. Повесила уже сюда. Потому что все, лето прошло, осень теплая тоже прошла, на балконе абсолютно ничего не сохнет. Поэтому развешиваю все по дому. Конечно, не очень удобно, потому что сырость в этой маленькой ванной, она без особой вытяжки. И сырость прям вот, знаете, по дому разносится от этого белья. Мне не очень нравится такое положение вещей, но пока деваться некуда. Пока сушу так. Остальное, вот то, что у меня осталось, проразвесила на батарее. Вот такой у меня обед. Лук, картошка, селедка. Кто советовал мне грызть на ночь салат и кушать сельдерей, у меня только к вам одно послание. Жрите сами. Дэн с работы пришел, и мы пошли погулять. Так как я сегодня съела два торта. Торта? Молодые, деточки. Хотя бы один круг надо пройти. Мы гулялись, приехали. Привез меня Денис. На мойку. Заставила еще внутри сидеть, потому что на улице холодно. Блин, у меня сейчас тут паника начнется в этой машине. Я не люблю такое, когда я ни черта не вижу. Не могу выйти. Пришли домой с работы. Это я сегодня на обеде ходила, забрала кое-какие заказы и купила продукты. Ну, это рис кончился. Сметана. Вот такие. По чаю купила. Вот этот чай с черной смородиной. Такой вкусный запах. Не знаю, почему-то мне так понравилось. Именно вот эта черная смородина. Как раньше чай пах. Взяла вот такой цикорий, который мы пили у Лены. Как раз многие спрашивали, что за цикорий вы там пили. Вот этот Эльза. Я его взяла на Вайлдрис. Но многие из вас мне тоже его посоветовали. Как раз вот именно этот нам понравился. Это японская мочалка. Это мне тоже посоветовали в комментариях. Ну, что ей мыть и где она есть. Есть она на Вайлдрис. В поисковике вбивайте японская мочалка. Их там миллион. А что ей мыть, тоже полно роликов на ютубе. Посмотрите. Из-за того, что она нейлоновая и очень жесткая, она отлично отмывает любые загрязнения. Чашки, тарелки, сковородки. И в ней не заводятся микробы и всякого запаха нет. И хорошо отмывает. Можно вот такую тряпочку мыть. Ну, вот так отрезать. А вообще, она для мытья тела идет. И тело ей тоже можно мыть. Как скраб. Она жесткая достаточно. Ну, в общем, посмотрите. Это для котенка. А знаете, она у меня более-менее ела проплан. А сейчас обожает вот такой корм ночной охотник. Просто вообще тащится от него. Это единственный корм, который она вот до последнего кусочка съедает. Очень ей нравится. Поэтому взяла. А, тут чуть-чуть конфеток. Вот и так. Немножко. Мы садимся кушать. Сейчас все звезды у меня получили. И Стеша, и Денис. Въеживаются тут. Никто не еживается. Не хотели кушать мои голубцы. Такие у меня голубцы получились. Нормальные. Не развернулись. Тебе хватит? Они еще пару ложек в укропах. Нормальные. Голубцы. Сейчас покажу. Из грудки. Вот такие получились. Вкусные. Мне понравились. Я люблю, чтобы капуста была мягкой-мягкой, как в столовке. Помидорки нарежешь больше? Нет. Лучше помидоры свои есть. Мышь. Стеша, и ты такая смешная. Не знаю, как я понимаю. Она ко всем ходит. Никто ее не гладит. Она реально, как маленький ребенок, увалилась посреди пола и лежит. Видите, что делает? Таким образом привлекает к себе внимание. Да? Нет. Лежит. Он с Денисом разговаривает. Он ее не пускает. К себе скинул оттуда с кресла. Иди сюда. Пройди. Ну все, она на тебя обиделась. Сейчас только поманишься от любви. Иди к Денису. Иди сюда. Иди сюда. Быстрей, пока зовет. Сейчас еду в обраку. Не надо. У нее ноги больные. А вот? Сейчас, пожалуйста. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok